О, Home Animation вышла совсем новая история под названием Новый Мир. Танки в космосе. Погнали посмотрим. Ой, я слишком много пропустил. Блин. Я хотел вот эту вот именно часть пропустить, потому что обычно именно за эту пилогию авторские права дают. Ну как, только предупреждение. Такс. А, это командир, как я понимаю, корабля. Похож. Напоминает мне вон танки, которые против Ваффендагера сражались. Такс. Ага. Анализ. У тебя подтверждение. А куда он отправился, интересно? Такс, такс, такс. Смотрит, смотрит. Чик-чик. А второе за приближаются. Ясно-понятно. А, переставит маршрут, типа, то, что мы летим к поясу астероидов, поэтому лучше всего их облететь. Вот корабль летит. А вот это, как я понимаю, враги здесь находятся. Секретная лаборатория пятого, пятого? Один. А, стоп. Обнаружены. Запрос команды. А кто там у нас находится? Открываются. Ну-ка. Автоматический режим работы. Открываются. Ну-ка. Направят эти врагов? А, нет. Пока только снаряды. Такс. Загружают. Все, прям, уничтожить цель. Ну, прям, в... А, ладно, это как... Это как ракета, получается? Не, ну, прикольно. Прикольностью выглядит круто, круто. Что там у нас? Что это за фигня? Снаряд? Кстати, эти танки были как-то оригинальные у Хома Немешица были. Секретная разработка была подмечена. А, скафа. А, это стрелки. Лазеры. Попробуй сбить. Бронированный снаряд, однако. Бабах. Фух. Пронесло одного. Ой. Да это он только пробил. Сейчас взорвется. Ох ты же, блин. Корабль на две части разорвало. Это больная германтизация. Сейчас танки должны в космос улететь. Бабах. Ну, кстати, шума не было, потому что шум в космосе не распространяется. Так. Бабам. Бабам. И что тут у нас? Главный генератор уничтожен? Чего? А! Это не сбили, попали с себя, получается? Такс. Ага. А, сигнал о помощи выслал. Сам выбраться пытается. Вот он, получается, на базе находится у них. О. Тут мусор валяется. Прыжок. Ага. Что там? Один танк остался. То есть они вдвоем отцелись в живых? Идем за мной. Ага. Так. Чик-тикс. Чего? А, то есть не вдвоем, там еще остались. Вот еще один остался. Получается, вдвоем остались. Капитан, один из работников, и еще кто-то. Такс. А что, мелкого фонариков нету? А, да, нету, нету. Вот, все увидел. У них фонарики, где они находятся. Пей лазер. Сигнализация. А. Опа. Не пробил. Опа. А у это щиты есть. А это что-то подобие снарядов есть. Ура. Вторая, третья. О-оу. Слатика. Сзади еще. Ой-ой. Уничтожить. Нехватка электричества? А, это, видимо, повреждение генератора сказалось. Повезло, повезло им, однако. Пошли. Ладно. Хотел предложить им попробовать вот эти вот штуки снять как-то. Так, и что они тут увидели. Ну-ка. А. Это в следующей серии будет. Интересно, интересно. Холодильщик серия КВ-44 и РАТО в поисках руины справедливости. Погнали. Ой, как-то гранковато я сделал. В предыдущей серии. Я тут прошу, мы туда обратно не пойдем. У нас мало времени. Ну, естественно. После таких... После таких-то путешествий. Так-с. Ага. Так, вот они, получается, переместились. И как мы его найдем? Дай подумать. У меня есть одна идея. Ну-ка. И какая же ж? Дроны? А. Так-с. Звуки R2-D2. Ну и выиграть вообще таких дойдов по типу R2. R, короче. О, Шансунг. Че у тебя тут? А. Каково тебе после проигрыша? Да, это все было нечестно. Я здесь не для того, чтобы трепаться. Я вызываю тебя на дуэль. Дуэль? Ага. Дуэль? Дуэль? Звучит интересно. Что я получу, если выиграю? Мою душу. Я это только хотел сказать. Ха, да это бинго. Я принимаю дуэль. Насколько я знаю, Рейден, это именно Бок, а Шансунг это колдун из... Мира... из внешнего мира, как скажем. Вот... Это... Это че за недомаск-они? Эээ... Кв-4, ты куда поехал? Вот это Абланка. И вот так вот похуже. Походу, этот артефакт защищен барьером. Ряда, ты можешь летать. Пролети через эти шипы. Хорошо, сейчас попробую. Они сейчас вырастут трехметровыми. Точнее, даже 30-ти метровыми. Полетел. Крыса. И сейчас шипы вырастут, да? А, нет. Больше. Выше. Выше, выше, выше лети. И на этом... Что получилось? Что? Я тебя не слышу. Ты слишком далеко. Все, серьезно? Такс. Что-то происходит. А это что за чертила? Продолжение следует. Ну что ж, друзья. У ПВЗ Дичи вышла долгожданная Лига Чемпионов. Первая битва у нас, как я понимаю, команда из шестого чемпионата против команды из какого? Пятого вроде бы чемпионата. Точно не помню. Ладно, погнали смотреть. Так, да, я буду смотреть прямо в прямом эфире. Так, давайте чуть-чуть подождем. Три, два, один, ноль, гоу. Да, Кубок Дичи. Такс. Ага. Да. Мне тоже так кажется. О, там, кстати, сам Дичи. Вот он. Сверху. Ага. 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 Да, да. Если что, я болею за Снежного Джека. Что неудивительно. Погнали. Погнали. Указанные ресурсы, ссылки в описании. Ну, а я постараюсь отплатить вам более качественным контентом. На этом долгое вступление к первой битве Лиги. Давай, все, погнали. У нас сражение с Малисом Рисом и Снежным Городом Пульсом. Нифига себе тема. Одна четвертая. Первым в битву вступает Смолис Терис, автором которого является Макс Мун. Эта команда стала чемпионом шестого турнира, который является единственным моим чемпионатом по всем пяти полосам. В первом раунде у нас проверка на прямой урон. Вот только для Лиги Чемпионов здесь подобраны не просто зомби разной прочности. Здесь настоящие танки, которые при потере браков ускоряются. Плюс ко всему имеется зомби на шаре, который осложняет жизнь разного рода станущим растением. И таким образом проверяется реально прямой урон команды. Вот сейчас жрешь шишка пульту. Опа. Ням, ням. Первый же раунд и поиграли. Это вам не шутки. А вторая команда принадлежит авторству Бананчика. Бананчика? Бу-бум. Ага. Четвертого турнира, понятно. Опа. Спасибо. Спасла, спасла. Зомби на воздушном шаре ничего не смог сделать этой команде. А вот первый же газетчик, лишившийся чтива, тут же сожрал горохопульту. Более того, он съел и ромашки. Только спрятавшийся горохострел уберег команду от прорыва. Но впереди есть еще более прочный газетчик. Который он тоже поглотит и получается... Даже если бы не спрятался. Но зато горохострел смог его утянуть. Да. 0,5 баллов? Таким образом, у нас в первом же раунде очень редкий случай набора половины балла одной из команд. Смолистый рис остается с 0. А у теневой грохопульты 0,5 балла. Ага. Обратите внимание, что в левой ячейке справа от 0 точка. То есть это не 5 баллов, а пол балла. Понятненько. Далее раунд на проверку обороны флангов. И мы в этот раз пошли по пути максимального упрощения. Просто 3 средних зомби по 3 полосам. Понятненько. Не нужно иметь сверхмощную защиту флангов. Тут достаточно средний. Но который-нибудь слабый фланговик для галочки не прокатит. Так что для четвертых финалов, я думаю, это оптимальный вариант. Ну, мне кажется, тоже. Тут вообще все по-другому. Вроде как максимум он шевеляет в одного мертвяка две липучки, а затем переключается на другого. Таким вот зомби от верхнего зомби уже сбит колпак. Скоро своего головного убора лишится и нижний. В центре зомби погиб раньше всех, потому что ему доставалось еще и от лозы. Вообще центрального мертвяка можно не выпускать. И в таком случае ради стаут на проверку растений, способных атаковать именно фланги без наличия зомби по центру. Не знаю. Такса. Справился. А тут у нас... Такс. Бабам. Бабам. Бум-бум. Так. Такса. Мне кажется, не справится. Ой-ой-ой. Бабам. Рис уходь вперед. Ага. С половинкой? Ха. Такс. Ой. Ох-ох-ох. Если задира при подходе к растениям должен... Ускорение. Да. Да-да-да-да-да. Такс. Плюс стан от липучих бомб тоже помогает в этом. Капиток, сону пианина, не подвески от растений. А тут ведь еще и ехать нужно было на одну клетку дальше. В общем, смолистый рис чуть ли не идеальная команда для сопротивления быстро приближающимся... Давай-давай-давай-дабивайте. Я весь понятия, за кого болеть. Но мне кажется, выиграть все-таки нигде. Команда... Не знаю почему. Ну, это... Номер три. Все прошло как по маслу. Такс. Вторая команда также имеет приемы против ускорения. Правда, как и в случае с их соперниками, прием теневого горохострела не сбивает эффект от рева Терекса. Такс. Он лишь временно заставляет зомби, а затем те снова рвутся в будущих парах. Станищая тучка ромашек должна полностью лишить врагов ускорения. Но это слишком поздно. К этому моменту зомби уже задавили горохопульту. Сами же пианисты тоже получили смертельный урон. А вот броня-то идет дальше, и все усугубляется тем, что горохострел, как всегда, прячется в виде опасности. Бедные ромашки остались один на один. Еще отрыв увеличивается. Благо на этот раз горохострел останется на лужайке даже после утягивания последнего санта. И тем самым принесет команде хотя бы один балл. Один балл, так? Первая команда получает три балла, а вторая команда только один. Так, есть. Оу. Ох. Так, тут еще и цены. Так. Но достать до краев не сможет. По самому верху и низу. У команды просто-напросто нет оружия против этого, так что здесь безоговорочная капитуляция смолистого риса. Так, а тут у нас... Горохопульта попробует реализовать свои плюсы относительно риса, о которых я говорил еще в первом фланговом городе. Горохопульта может доставать разъединившихся близнецов, где угодно. Бабам. Вот только для этого нужно как можно быстрее их разъединить. А пока что... Бабам. Бабам. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще и по центру все выглядит как-то не очень. И только я это сказал, что пара двойняшек разорвалась, а один из импов прыгнул прямо в растительную роль. Ой. Где без труда съел Горохопульту. Без этого растения все надежды на очки в этом раунде у теневой Горохопульта сразу же испарились. Ни одной из команд не удалось набрать очки в четвертом раунде. Ну да уж, да уж. Я обещал, что лига чемпионов будет гибридной. И вот вам первый раунд по всем полосам. Сегодня будет три. В первом у нас воздушный раунд. Такс. Ну мне кажется, это правильно будет. Здесь и дождь из импов плюс цирковые пушки и два дискотектора. Ой, ну тут мне кажется, то что рис без труда вправится. Ни одно растение не пострадало от упавших с неба зомби. Импы из будущего были быстро уничтожены, а вот цирковые нацелены очень серьезно. На одну столет приземлилось сразу два каскадера. С одной стороны это опасно, но с другой это плюс, так как и раунд. Ба-бам. Полетели. Опа. Такс. Ого. Макс Мун, наверное, сейчас не очень доволен, ведь профильный раунд его команды не приносит ни одного очка. Недоволен. А, кстати, Макс Мун, вроде как это, сын его. Что по шуткам. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Летят, летят, летят. А, ну это, кстати, да. Всё очень плохо. Там дуэт цирковых чёртиков стремительно прорывается к косилкам. То же самое хочет осуществить и парочка по центру. А вот чуть выше чёртик в шлеме только один. И поэтому горохострел остаётся в строю после его ликвидации. Соответственно, сейчас ещё не тронуты три косилки. И все горохострелы на месте, а где-то даже и ромашки остались в строю. Всё. Ну-ка. Ну-ка. Такс. Так, 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 давай-давай. Ха. Дадут. Хе-хе. Так, уже до полтора балла осталось. О, дичь раунд. Задиры. Так, один МС ускользнул. Хикса. Ву-ву. Опа. ЖУП. Минус СВАЗА. ЖУКС. Нос я задираю. Хе. А тут? Такс. Такс. Баба. Эх, нет. Но, к сожалению, для этой команды, оба рэпера смогли проскочить в центр. Есть ещё шанс на уничтожение этих зомби при помощи москопульты. Однако этот план совсем нечего. Ой-ё-ё-ё-ё. Всё. Ему это удалось, но в плане командных перспектив этот трюк не сулит ничего хорошего. В общем, и эта карта здесь потерпела поражение. Полный. Снова раунд без набранных очков. Такс. Я не знаю, чё-то. Я хотел тут выпустить сразу и Куровода, и Ласачницу, но потом сжалился. Всё-таки, хоть это и Лига Чемпионов, но растения на первом уровне. Так что тут классика. В итоге рис почти... Всё равно разыгралась настоящая драма. Рису даже удалось успеть выбросить бомбу в последних двух курицах. Такс. Даже успела приземлиться, но курицы на мгновение опередили взрыв. Невероятный миллиметр. А тут... А, не-не-не-не. В самом начале сражения я уже упоминал о таком минусе Горохопульта, как медленная скоростность. Да уж. Вот и сейчас это сказалось. Прорыв по обоим флангам. Куда тут ещё ласок добавлять? Куда тут ещё ласок добавлять? Хотя рис, конечно, был близок. Такс. Испытания станущими зомби. Опа. У Лига Чемпионового риса это очень неприятное испытание, так как команды, занимающие две клетки вместо трёх, всегда будут подвержены большей опасности в таком раунде. Сейчас будет достаточно всего одного снежка и одной магической атаки для вывода из боя всей команды. Дэнс. Минус. Ну, зато растения хотя бы музыку послушают без промех. А тут нас. Вторая команда является классической в плане размещения на лужаке. Тут три растения и каждая на отдельной клетке, что даёт больше шагов на успех. Но главное здесь, конечно же, наличие пронзающего растения, а именно Горохопульта. Он уже успел оставить мага... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мусеры очень сильно повлияли на ход боя. Если у них нет музыка, Горохострел наверняка мог бы быть. Добить мага и снял проклятие с ромашек. А так его самого... Да уж. Вероятно, раунд немного сложноват для четверть финала. Ну да ладно. Посмотрим, что у нас будут другие. Может, что справится. Команд затягивается. Но это всё-таки Лига Чемпионов, а не Салочки в детском саду. Ну это да. Опачки. Команд объединён в раунд с тылом. И при этом зомби идут не к растениям, а к косилкам. Баллы теперь начисляются именно за сохранение этих агрегатов. И больше никаких дробей за уничтожение зомби разной прочности. Зомби дошёл до косилки. А какие тут дроби могут быть? Всё просто. И по-моему, очень даже интересно. Почему я решил в этом раунде применить разделение растений на три раунда? Ну-ка. Да потому что если в команде есть ближник, способный бить назад, в этом раунде он был бы бесполезен, если команда осталась бы в одну линию. А так, каждая растения типа имеет шанс на атаку. Смолисты Ричи способны атаковать на всех. Е-е-е-е. Это плечик прикольно прыгает. В общем, все тонкости и нюансы этого раунда сложны для понимания с первого раза. По мере развития турнира вы сами поймёте, насколько он крутой и продуманный. Такс. Теперь ко второй команде. У неё тоже имеется растение, способное не только атаковать по всем трём полосам, но ещё и делать этого к бородам. Бабам. Речь, конечно же, о Гархопульте. Причём зомби совсем без брони. Бабам. 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 Однако спустя некоторое время Гархопульта вдруг стала атаковать надгробие. Чего? Я подумал, что придётся переиграть и убирать надгробие как можно быстрее с помощью грейфбастера. Я даже переснял этот раунд и для смолиста Лиса. Но знаете, что я обнаружил? Что? Может, это ни для кого и не секрет, но я за всё время игры в ПВЗ до сих пор не знал, что Гархопульта бьёт назад только на расстоянии трёх клеток. Да ладно? То есть, дело не в надгробиях, а в механике растения. Это ужасный и совершенно неожиданный для меня минус. Серьёзно? Это да уж. Это да. Внимание! Сейчас все, кому зашёл чемпионат по пятилиге, должны кайфануть, потому что у нас камбэк знаменитого раунда хаоса. Экшен сейчас... Хаоса. Да, но тут нет со мной костюм. Классический аунт. Ой-ой-ой. Так. Всё. Всё. Не сократился и не увеличился. Вообще выступления были очень похожими. Мне даже захотелось проверить эту команду на уровнях чемпионата по всем полосам. Может на каком-нибудь стриме этим и займусь. Возможно. Такс. Такс. Проверяем команды на устойчивость против атаки на дальние растения. Тут я был удивлён тем, что даже компактность смолиста не помогла. Поэтому зомби не долетают до второй клетки от толчка анкилоза. Но долетают. Хех. А тут у нас? Да. Бум. Неа. Хех. Рис сразу двух. Да. Да. Обе сборки закономерно получают тут по баранке. Да ладно. Ладно. И тут же в противовес раунд нацеленный на оборот на растения расположенные на передовой. Смолистый рис в этом плане очень хорошо собран. Чикс. Нет растения на третьей клетке. А значит первая ваза прилетает мимо. Но вот рыбак. Дэнэнс. Притягивает шеркопульту вместо падения следующей. Такс. А тут есть видоголовый. Раунд в четверть финала. Но что-то решил, что это лига чемпионов и надо будет помучать команду. Такс. В итоге для смолистого риса это испытание действительно превратилось в мучение. Хотя надо признать, что оно не затянулось надолго. А тут. Смотрим, что покажет вторая карта. В первую очередь она покажет то, что в грохопульте здесь придет очень быстрый кирдык. Очень быстрый кирдык. Далее рыбак притягивает ромашки. И уже следующая ваза станет смертельной для второго растения. Надежда только на грохострел, который достает рыбака, прикрытого катапитой. Но на первом уровне это растение не может быстро расправиться с лодочником. Поэтому шансов на победу не очень много. Плюс грохострел снова прячется и теряет время. Зато в этот момент его нельзя приблизить к воде. Так что рыбак немного обломится. Но вот только... Да. Все. Ну все. Бу-бу. Никому не дастся. Такс. Опа. 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 Волгар. Инпфосemos? обманчивым впечатлением да самим гранилой команда может быть исправиться достаточно легко за счет мощнейшего замедления впереди бросок тех самых импов силач как раз вот-вот их бросит и они подлетят очень блин юкс ну это не самое главное а главное заключается в том что при разъединении они пролетят за мгновение еще целую клетку бабам близко к косилкам вот с такой подставой справиться опа все вообще хоть кто-то справится мне уже не терпится посмотреть все восемь команд против этого гага все восемь команд мне кажется ниже джек справиться с очень одной дико пульты такси не заключается как вы понимаете в том чтобы набрать минимум 7 из 8 возможных баллов мне кажется нет не вернулись теневая граха пульта отталкивается тут от замедления гратострел осложняет путь гарбу почти на постоянной основе ну а ромашки ждут своей станищей тучки и к этой команды по моему немного превышает урон от их так так замедленным это очень короткой и силащ прошел плюс-минус такой же расстояние перед броском сиамских близнецов ох ты но нет дальше теневую граха пульту ждало повторение итога первой команды все остальное уже не имеет значения не набрав в этом раунде очков теневая граха пульта лишается шансов на выход в полуфинал ака видно спам зомби сегодня уже ничего не решает оба этой граммит потому что они прочнее конуса головы менее крепкий чем гидроголовы не ну тут сто процентов на торте да 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 на торте правильно говорить но как я уже говорил ранее сегодня штат подсказывает что теневая граха пульта тоже показала бы себя очень мощно в том чемпионате по пяти полосам реально проверка этой команды в раундах шестого турнира на стриме все более вероятное сейчас она демонстрирует личную динамику сражения против спама расхитителей гробниц у отметить что граха пульта зомбарям удалось сожрать но тут глава ромашки успели выпустить свои тучи так головы слетают стадо до свидания так красивая сетка финалист лиги чемпионов она за имплантить и фон и соник какой плейлазер зомби с хирус теперь очень теневого риса делать шаг навстречу своему заклятому врагу теневому именно теневой рис появится в следующем сражении на противостоять ему будет электро граха милот чемпионат посмотрим чем закончится я сам перерасла я надеюсь что первая битва лиги чемпионов вам понравилось